В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году начато строительство, продолжение проспекта Ленина до пересечения с улицы Борисоглебской в районе поворота на Кривское. Строительство данного объекта, конечно же, даст значительное развитие прилегающей территории, той территории, которая вошла в границы муниципального образования не так давно, и позволит решить давнюю проблему наличия пробок при въезде и выезде в город со стороны Белкина. Таким образом, жители после строительства этой улицы, а также мы можем обратить внимание, что параллельно ведется также строительство улицы Славского, в итоге жителям будет возможно попасть в район Экадолия как по проспекту Ленина через улицу Славского до перекрестка с улицы Борисоглебская, где установлен в настоящее время светофорный объект, так и по улице Гагарина, также по бульвару Антоненко и проспекту Славского тоже приехать к этому данному перекрестку. А жителям, которые движутся в направлении Кривского или в сторону Боровска через Вашутина и Тимашова, можно будет напрямую по проспекту Ленина попасть в данное направление. Скажите, пожалуйста, какова протяженность участка строительства Ленцова и туда? Протянует протяженность участка строительства порядка 1200 с небольшим метров. В настоящее время ведутся работы по переустройству сетей, которые попадают в зону строительства. Эти работы уже на 80% выполнены по устройству основания. И на 440 метрах уже выполнено асфальтирование участка, который прилегает к улице Борисоглебская. 1200 это только проспект Ленина, да. И порядка такого же расстояния, порядка 800 метров, это бульвар Антоненко и улица Славская. Расскажите, пожалуйста, немножко, какое покрытие будет, вообще как будет выглядеть проспект Ленина? Это две полосы? При проектировании проспекта Ленина, конечно же, были учтены параметры существующего проспекта. Это будет также четырехполосное движение, такие же тротуары трехметровые. По одной стороне будет устроена велодорожка. Это будет освещение, это будет благоустройство. То есть это полноценное, действительно, продолжение проспекта Ленина в тех же параметрах. Трехметровые тротуары. Устройство остановок. Вот на сегодняшний день проектом предусмотрено устройство четырех остановочных павильонов. Предусмотрено устройство светофорного объекта на пересечении с Борисоглебской. Как раз в конце, значит, зоны строительства. Предусмотрены съезды к территориям, которые были определены тогда еще Кривским в рамках генерального плана. Это развитие территории было учтено. И сейчас в рамках внесения изменений в генеральный план городской, конечно же, это тоже будет принято к решению. У жителей возникает вопрос, очень явно, по крайней мере, да, я слышал о том, что какая будет развязка в Кривском? Это будет кольцо или светофор? Нет. Пересечение Кривского и, да, на вашу... Значит, да, проектировщики очень серьезно исследовали этот вопрос. Все-таки там будет устроено пересечение с устройством светофорного объекта. Там не будет кольцевого движения. Сколько денег и откуда на все вот это? Как я уже сказал ранее, это субсидия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Софинансирование предусмотрено из-за областного и местного бюджета. Местный бюджет практически тратит только 1% софинансирования. Стоимость этого объекта порядка 357 миллионов рублей. Это мы про Ленина говорим. И порядка 250 миллионов – это Славского и Антоненко. Когда планируют закончить? И на ваш взгляд, как сейчас удерживается и сроки строительства? В настоящее время все работы ведутся в строгом соответствии с графиком производства работ. Поэтому сомневаться в своевременном введении объекта в эксплуатацию на сегодняшний день не приходится. Далее, начато строительство данной дороги в августе этого года. Срок окончания строительства – конец июля 2021 года. То есть в следующем году, в конце лета, мы должны получить полноценный проезд по данной дороге. Строительство улицы Славского и бульвара Антоненко организовано таким образом, что в настоящее время ведутся работы по строительству первого этапа, который включает в себя строительство одной полосы бульвара Антоненко и части улицы Славского до пересечения с улицы Борисоглебской. Таким образом, к концу октября уже жители, которым необходимо попасть на Борисоглебскую, в Акадоле и далее, смогут по указанному участку осуществлять движение. Таким образом, проблема наличия пробок в Белкино будет снята. То есть, если я вас правильно понял, уже в этом году одна из полос откроется. То есть, вот тот технический проезд, по которому люди привыкли ездить, он заработает вновь и уже только с асфальтовым покрытием? Нет, нет. Технический проезд – это улица Табулевича. Вот технический проезд организован как раз для того, чтобы снять это напряжение в утренние часы. А речь идет о строительстве полноценного участка по бульвару Антоненко от кольца улицы Табулевича через улицу Славского на улицу Борисоглебскую до светофорного объекта. Ну, то есть, как раньше была дорога? Совершенно правильно. Раньше это была строительная дорога в бетонном исполнении. Сейчас это будет уже в конечном виде организовано до конца октября. Редактор субтитров А.Семкин